Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте. У микрофона Шхадатца Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. Денежные штрафы за занятие проституцией в Таджикистане повысились в два раза. Депутаты таджикского парламента единогласно проголосовали за поправки в процессуальный кодекс об административных правонарушениях. В случае штрафа жрицам любви теперь придется заплатить до 240 долларов или оказаться под домашним арестом до 15 суток. С подробностями Мехрангестру Сунзаде. О том, что в Таджикистане будут жестко бороться против проституции, было заявлено еще в прошлом году министром внутренних дел. МВД инициировало рейды, в результате которых были выявлены сотни работниц секс-индустрии. Многие из них были заражены венерическими заболеваниями. Сообщалось, что в стране также увеличивается количество публичных домов. На пару месяцев проститутки ушли в подполе, однако затем снова вышли на улицы Душамбе. Теперь власти решили бить рублем, увеличив размер штрафов за занятия проституцией, говорит Бахтовар Сафаров, депутат Нижней палаты Таджикского парламента. Как показывает практика, штраф за занятия проституцией не так велик, к тому же женщины легкого поведения не оставляют свою работу. Теперь дела тех, кого в первый раз задерживают за проституцию, МВД отправляет в суд, их привлекают к административной ответственности. Взимать штраф или лишать свободы определяется только в судебном порядке. Можно, конечно, усилить работу органов правопорядка и жесточить ответственность за занятия проституцией. Но это вряд ли решит проблему, ведь пока существует спрос, будет существовать и предложение. А судя по масштабам проституции, спрос на любовь за деньги только возрастает. Цены разные от 20 долларов и выше. Своих собеседниц мы увидели на улицах ночного Душанбе. Свои работы женщины не стесняются, она их кормит. Ситора говорит, что с 18 лет начала заниматься проституцией. Это ее профессия в последние 10 лет. У меня погиб отец. Мама уехала в Россию на заработки. С мужем мы развелись, а брат меня выгнал из дома. С 2005 года я занимаюсь этим делом. Есть люди, которые издеваются над нами, платят 40-50, сама они, а потом отвозят нас за город, избивают там и забирают у нас обратно деньги. Еще одна собеседница Диля рассказывает, что после развода, когда осталась одна без средств к существованию, вынуждена была заняться проституцией, чтобы прокормить своих троих детей вот уже 5 лет, как она стала работницей коммерческого секса. По ее словам, она устала от такой жизни и довольно часто задумывается о самоубийстве. Меня отвезли в сторону 9-го километра, сказали, дадут 150 самани. Я сбежала от подруги, она ведь меня предупреждала, чтобы я не ходила с ними, но я не послушала ее. Поехала с ними, они начали издеваться надо мной, жгли тело сигаретой, все снимали на телефон, потом обрили мне голову и избили. Сказали, что убьют меня и закопают в землю. Меня спас один человек, я босиком убежала. Он сказал, что такие, как я, испортили мир. Но я сказала ему, что я не проститутка, я голодная и мне нечего надеть, поэтому я пришла сюда. Другая жрица любви представилась маликой. Ее толкает на этот путь тяжелое материальное положение. Хочет найти работу, где можно заработать денег. До работы такой не найти. Раньше не так было тяжело работать, сейчас закон ужесточили. Если бы у каждой из нас была работа, пусть нас осуждают. Дайте мне работу, где мы могли бы получать по 30-35 самани в день, чтобы прокормить наших детей. Мы бы не занимались проституцией. Мы вынуждены, несмотря на опасность, которая грозит нам, мы выходим на дорогу ради своих собственных детей. Журналист-расследователь Мухайона Зимова считает, что решить проблему можно было бы с созданием рабочих мест и повышением уровня образования. Если сравнить с безопасным городом, столько штрафов, да, опять столько нарушений. Чем больше, тем хуже. Поэтому введение штрафов или закрыть на 15 суток никак не могут снизить уровень работников коммерческого секса. Это не может быть препятствием для них. Единственное, что нужно для них сделать, и очень важно, это создать для них условия работы. Когда с ними говоришь, они говорят, была бы нормальная работа, мы бы тоже работали. Таджикское общество достаточно консервативное. Людям трудно понять и принять женщин, продающих свое тело. По мнению жительницы Душанбе Софии Кульмуродовой, ни финансовое, ни эмоциональное состояние не могут быть причиной проституции. Мы прошли через гражданскую войну. В наших домах не было даже куска хлеба. Однако о проституции даже подумать было страшно. Сейчас все по-другому. Невозможно спокойно ходить по улицам по вечерам. Даже когда порядочные девушки поздно выходят с работы, машина останавливается перед ними, путая их с проститутками. На фоне растущего экономического кризиса в Таджикистане данные о количестве проституток могут увеличиться. Эксперты полагают, что корректировки в законодательстве не дадут результата, пока не улучшится уровень жизни населения. Проблемы таджикских женщин требуют серьезного внимания властей. Вряд ли повышением размера штрафов за занятия проституцией можно решить столь серьезный социальный вопрос. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, звоните на наш номер 44-640-1011. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова